Друзья, всем привет! У меня есть для вас хорошая новость, которая многим из вас понравится. Сегодня мы запустили совместно с нашим подписчиком Эльмаром Улихановым собственный дискорд канал, посвященный нашему каналу ютуб. Кстати, Эльмар является создателем дискорда Skytop Games Fun. Огромнейшее ему за это спасибо. Я, честно говоря, не ожидал такого сюрприза. Мне очень приятно. Будем считать, что это подарок на мой день рождения, который будет через 4 дня. В общем, друзья, добро пожаловать и всем вам будем рады. В дискорде вы можете выкладывать свои красивые арты и видео по темам мира The Isle, Beasts of Bermuda и другим играм, посвященным динозаврам и миру космоса. Заходите, ищите друзей для совместных пати по играм. Общайтесь, знакомьтесь. Кстати, здесь вы также можете всегда узнать ближайшие новости по нашим стримам. Можете посмотреть. Здесь всегда будем выкладывать новые видео, которые будут заливаться на канал, посвященным игре Isle, Bermuda и Space Engine. Друзья, всех вас жду в дискорде. Заходите, и возможно, возможно, скоро мы открываем свой сервер в игре The Isle. Ну что ж, друзья, всем приятного просмотра. Жду вас. Вы чувствуете, как вращается земля под вашими ногами? Вы тоже вращаетесь? Всем привет, мои друзья, мои динолюбители. Вы на канале SkyTopGames. И мы сегодня, друзья, играем с вами в The Isle. И играем мы за вот такого маленького и милого дриозаврика, которого вы у меня уже давно вымарщивали. Писали в комментариях, ну, Скай, ну, пожалуйста, поиграй за дрио. Он такой милый. Пожалуйста, Скай, пострим за него. Ребят, за дриозавра вообще очень трудно поиграть, потому что данный зверек имеет свойство рыть норки, в которых он прячется. И получается так, что если, когда мы это делаем, сервер начинает крашиться. То есть, не на многих серверах это можно. В принципе, на некоторых можно даже делать такие вещи, но можно за это получить бан, если вдруг сервер будет крашиться. Короче говоря, в программе дриозавр. Посмотри, какой он милый. Посмотри, он мило чешет спинку. Ну-ка, стой. Стой, стой. Я хочу увидеть это еще раз. Ну-ка, стой. Давай, малыш. Ну, ты только что это делал. Он так мило почесал свою скользкую шкурку. Ну-ка. Нет, не хочет. Так, подожди. А я еще обратил внимание, что он, по-моему, как-то ножкой так мило потягивал. Как будто, знаешь, как спортсмен перед разминкой, перед 100-метровым бегом, наверное. Перед 100-метровкой, да. Подожди, стой. Ну-ка, стой, стой, стой. Нет, ну он должен это сделать, блин. Так. Нет, по-моему, не хочет. Ну ладно. Так, короче говоря, ну, правила зачем нужны, ребят? Правильно, чтобы их нарушать. И поэтому мы сегодня будем их с вами нарушать. Попробуем разныть норку и посмотрим, что из этого выйдет. Вообще, конечно, честно скажу, это немножко неправильно. Но согласись, если разработчики создали такое свойство дриозавру, рыть норки, прятаться там, то они бы могли бы пофиксить все, исправить, чтобы не было никаких крашев серверов. Серверов? Ну, это же ненормально, согласись. Ну, я думаю, что это неправильно, честно говорю. Так, по-моему, я полностью сыт. Так, у нас где-то есть вода, где-то слева и справа два озера. Кстати, да, у меня с водой уже начинаются небольшие проблемки. Мне нужно попить, поэтому мы будем... Ух ты, какой он шустрый малый. Мы будем передвигаться к воде. Кстати, я заметил, что скорость у дриозавра довольно-таки... Смотри. Я даже отмечу, что она приблизительно, наверное, к юте. К взрослой юте. Хотя, может быть, даже дрио немножко будет побыстрее. Сколько у нас скорость ютораптора? 45 или 40 км в час? То, наверное, у этого товарища 50 км в час точно. Так, ну ладно, давайте понюхаем, где у нас озеро ближайшее. И отправимся, наверное, уже туда. По пути можно будет разрыть ту самую норку. Ох, наследил я тут. Как бы меня ни сожрали, не убили бы голодные другие динозавры. Так, по пути, как я вам и говорил, можно... Ой, это камень. Да, это камень. А, нет, это маленькое озеро... Скала, понятно. Ладно. Кстати, да, это место, где у нас находится озеро Близнецы. Если я не ошибаюсь, а я не могу ошибиться. Поэтому мы сейчас отправимся... Так, а на ходу он может нюхать? Нет, на ходу он не может нюхать. Вот в чём проблема, да, травоядных. То, что на ходу, по-моему, ни один травоядный не может нюхать. Вот в этом, конечно, проблема. То есть, нам приходится встать на месте. Тем самым мы подставляем себя под удар. Ну, приходится, конечно, прятаться в какой-нибудь куст и вынюхивать воду, еду, не знаю. А хищник, он, да, он может свободно идти и нюхать прямо на ходу. Вот это вот плюс хищников. Так, ну что ж, впереди у нас озеро. И где-нибудь, как я вам обещал, можно разрыть норку, пока нас никто не видит. Пока нас никто не видит, мы будем это делать. Кто-то мне писал, что это будет бан. Ну, ребят, если во время видео я получу бан, то всё, ребят. Я, конечно, не пропаду с экранов ваших мониторов, телефонов, айфонов, айпадов или андроидов, не знаю, смартфонов. Я просто пропаду с этого сервера раз и навсегда. Ну что же, давай попробуем зайти в норку. О, боже, классно, слушай. Здесь можно даже посидеть. Уютное гнёздышко, я тебе скажу. Вот мне не хватает сейчас здесь второго пати. Да, мне не хватает пати, чтобы кто-нибудь со мной здесь сидел. Я так понимаю, интересно, можно ли здесь гнездиться? Давай попробуем... Так, на сэндбоксе вообще можно ли делать гнездо? Нет, здесь, по-моему, нельзя делать гнездо. Нет, вообще на этом сервере, на котором я играю, можно делать гнёзда. Вот, но, видимо, в норке мы не можем ничего дриозаврам сделать. Так, ну что ж, давайте, ладно, тогда разрушим нашу норку и пойдём к озеру. Пойдём к озеру. Сейчас, подожди, я уже даже немножко заплутал. Так, где у нас... Ах, так, это маленькое озеро, а нам нужны близнецы. Вообще, оттуда доносятся звуки юторапторов. Ну, посмотрим, может быть, мы сейчас там найдём какое-нибудь огромное стадо травоядных и присоединимся к ним в пати. Так, я надеюсь, админы сервера меня не заметили и какие шалости, да, я здесь вытворял, что я здесь сделал. Ну что ж, ребят, давайте придём к озеру и тогда включимся с вами. Ребята, я навострил ушко и с той стороны, с той стороны, подожди, по-моему, собрались у нас и хищники, и травы. Смотри, там есть шанты, есть, по-моему, барионикс или кто это, стой. Дай-ка я подойду к шантам. Я думаю, шанты меня, если что, защитят в нужный момент. Я, конечно, честно говоря, я не уверен. Шанты, красавцы, вы такие милые, боже. Защитите маленького дриозаврика, приветствую, приветствую, мои хорошие, привет. Привет, привет. Так, хищи, по-моему... А, подожди-ка, стой, стой, стой. Там циратозавры, циратозавры, да, 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 да. А что циратозавры хотят делать, я не пойму. Четыре циратозавры хотят сражаться? Да нет, 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 нет. Нет, видимо, нет. Так. Шанты. Вы очень милые, но знаете что? Я, наверное, пойду дальше. Я, наверное, пойду дальше. Так, мне нужно вынюхать. У нас где-то должно быть второе озеро. Второе озеро Близнецы. Да, прямо за этим лесом. Ютка. Ютка. Я надеюсь... Так, если ты сейчас на меня начнёшь нападать, то я убегу к Шантам. Вон у тебя лежит кусок мяса, иди его и ешь. Давайте прикинемся милым и добрым. Я милый и добрый. Всё в порядке. Так, пошли дальше, короче говоря. Сейчас мы перебежим... Ох, как, ребятки, вы тут наследили. Это просто капец. Короче, сейчас мы перебежим на второе озеро, и, возможно, там мы увидим намного... Ох, посмотри, как лагает. Посмотри, как пролагивает игроков просто немерено. Возможно, короче говоря, мы сейчас тут увидим обалденно шикарные апатии из разных вообще. Ну, там будет смесь травоядных. Так, подожди. По-моему, одни крики хищей, и меня это очень напрягает. Меня это очень пугает. Мне страшно. Ого, рексы. Рексы сражаются с шантами? Да ладно. Вообще, я тебе скажу так, что здесь одни рексы и циратозавры сражаются меж собой. Там непонятно, там вообще киш-миш полностью происходит. Так, ну а где у нас травы? Травы обычно где-то выседают, знаешь, в кучке, в отдельный... Блин. Блин, блин, блин. Блин, блинский. И, по-моему, здесь сегодня преобладают хищи. Я тебе скажу... Я тебе скажу... Ой. Да ладно. Мои маленькие, привет. Я сегодня не один, ребятки. Посмотрите, какое приятное апати. О боже, они приятные. Малыши мои. Я не один, я не один. Но такая маленькая кучка, но мы сила. Да, мы уже толпа, честно. Я тебе скажу. Пойдемте... Так, ребят, пойдемте за мной. Давайте за мной. Давайте за мной. Ребят, за мной, за мной, за мной. Пойдемте... Искать. Вон там, вон есть шанты на той стороне. Есть шанта. Есть шанта. И, возможно, там есть другие травики. Пойдемте к ним. Блин, это прекрасно. Ох, Велоцираптор. Я все время удивлялся ему, его прекрасному хвосту. Он настолько великолепен, ну что просто капец. Кстати, он похож на метелку. Он похож на метелку, да. Так. Ой-ой-ой, Рексы. Здравствуйте. Я не помешаю вам, господин Юта, гнездиться. Посмотри, сколько у них тут гнезд. Давайте посмотрим в чужое гнездо. Да, это... Ой-ой-ой. Шанта, привет. А вот и, кстати, травики, травики, травики. Майка. Две майки. Диаблик. О, и Терезинка. Боже, как это приятно. Я не один. Я не один. И нас много. Вот теперь действительно нам нечего бояться. Так, ну, ребят, вы, конечно, я тебе честно скажу, вы здесь так все тусуетесь на свой страх и риск. Вы бы, наверное, хотя бы перебрались вон на ту сторону, что ли. Вам что, нравится смотреть вот на беспощадных вот этих спинозавров, рексов, гик, как они тут друг друга метелят, мутузят? Я не знаю, как это назвать. Ребят, ну вы реально, вы реально экстремалы. О, подожди-ка, стой. А что у нас? Кто здесь у нас гнездится? Непонятно. Непонятно, кто у нас тут гнездится. Так, ну ладно. Хорошо. А, кстати, вот почему у меня не получилось выложить яичко в норке. Потому что, ребят, я самец. Я совсем забыл. Я самец. Я не самочка. Хоть я и имею розовый окрас, но я самец. Ребят, реально, блин. Конечно, для мальчика, наверное, розовый цвет, это как-то непонятно, наверное, будет, да? Представь, мальчик идет в розовой футболке, в розовых штанах. Хотя, ну не знаю, каждому свое, может быть, кто-то посмотрит на это нормально. Мне лично было бы пофигу, реально, честно скажу. Так, 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 так. Так, ну что же, подожди, стой, Тереско, не маши так своим хвостом. Дай-ка, слушай, дай я прямо в нее вот так вот спрячусь, и меня никто даже не заметит. Смотри. А теперь я Тереско. Я Тереско, реально? Так, короче говоря, ребят, получается немножко такая ситуация, что, похоже, хищники начинают, вот эти вот два Терекса, они начинают здесь немножко наводить панику на нас, на травоядных. Я не знаю, что их не устраивает, ведь мы же всего лишь мирные существа. Что мы можем сделать плохого? Так, ну я даже не знаю. О, Рекс, это было твое гнездо? Да ладно? Серьезно, ты реально? Ого, я думал, что Рекс кинется на меня, но нет. Он попробовал кинуться на Герреру. Рекс, подожди, стой. А если я подойду к твоему гнезду вот так вот нагло и можно представить... Может, ты можешь себе представить, что я твой детеныш? Ой-ой-ой, нет-нет-нет-нет. Ой, это стрёмно. Это было страшно. Это очень опасно. Ребята, травоядные, может мы двинем вообще куда-нибудь отсюда? Пахе, привет. Привет, привет. Так, ребят, вы чего все так встревожились? Почему так все встревожились? Геррера, да ладно, Геррера за нас. Да, по-моему, Геррерка вместе с нами, посмотри. Дрио, ты таким криком вообще никого не напугаешь. Я тебе честно скажу, это бесполезно. Это реально бесполезно. Ой-ой-ой. Ой-ой. Так, травы встали, встали в позу. Кажется, что-то намечается. А посмотри, Рекс, Рекс только что отогнал Гигу, да? Он крикнул на нее. Я так понимаю, Гига хотела подойти к нам, а Рекс сказал, слушай, это наша будущая добыча, и не лезь сюда, нифига. Тебе здесь делать вообще нечего. Классно. Подожди, спина, а кто у тебя там? Если это мой собрат, я тебя сейчас прямо в твой клюв запинаю. Я тебе реально отвечаю. Нет, по-моему, это мертвый Ютораптор. Ребят, можно я украду у вас пару яичек и пожарю их себе на завтрак? Ладно, я не буду этого делать. Блин, посмотри на Трицератопса. Он весь покоцанный, боже, он весь в шрамах. Видимо, он только что сражался с кем-то из этих ненасытных хищников. Да, ребят, ну вы реально экстремалы. Слушайте, я, наверное, ну его нафиг, я, наверное, пойду отсюда. Я, наверное, пойду куда-нибудь в другое место. Подожди, а кто здесь у нас сидит? Ой, Геррера, простите, простите. Привет, привет, привет. И самое главное оружие это дружелюбие. Правильно, поздоровался и пошел себе дальше мимо. Ох, боже, Майка, ты меня напугала. Давай, я сейчас переберусь вот на ту сторону. Блин, ты посмотри, до чего же мне нравится Дриозавр. Он даже по воде, он очень быстро передвигается. И, кстати, стамина у него очень, я тебе скажу, сильная. Блин. Вот почему даже у Юторапторов... Нет, ну подожди, у Юторапторов, по-моему, тоже хорошая стамина, но не настолько, насколько я сейчас заметил у Дриозавра. Реально. Так, Юта. А, подожди, это велик, это велик. Ох, как вас здесь много, и вы все страшные и опасные. Нет, реально, здесь вообще сходка сегодня одних хищей, которые так и норовят тебя попробовать на зубок. Нет, я здесь, наверное, не желаю оставаться. Я пойду куда-нибудь, наверное, дальше. Ну его нафиг. Такие приключения мне вообще не нужны. Так, ну что ж, друзья, наверное, на этом первую свою серию путешествий нашего маленького Дриозаврика я буду заканчивать. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. Обязательно вступайте в новую Дискорд-группу. Все ссылочки в описании, друзья. Все, а мой Дриозаврик побежал дальше рыть где-нибудь себе норку, я не знаю. Да. Ха-ха-ха.